Это было лучшее? Хоть пару дней, они были ведущие? Ну да. Ну вот. И вот крюка. Здорово, походу, или нет. Давай посмотрим. Так, конечно. Вот только у меня был такой комментарий по первой части, кто-то говорит, чувствуется работать профессионалом, с расчетом, идет. Все, поздравляет, по-моему, уже. Да, совершенно справедливо. Юрий Тихановский на ваших экранах теперь уже не достижим ни для кого. Только крюк мог его достать, но теперь уж не достанет. С таким-то срывом. Удивительное дело, спортсмен, занявший в квалификации 14-е место, выступавший на далеко не сильнейшей команде, становится абсолютным чемпионом России. Имя, которое на слуху давно, но которое, тем не менее, не сверкало. Нет, нет, такого звания, такого уровня или такой победы он достигает впервые. Ну, Николай Крюков уже завершает свою программу, конечно, он хотел, безусловно, и мог бы получить ту контрольную оценку, которая позволила бы стать первым. Ну, с другой стороны, абсолютным чемпионом России. Поберитель, мне помню, национальных ферниров многоборных. Я бы не говорю о звании абсолютного олимпийского чемпиона. Я бы, наоборот, порадовался, что вот еще один гимнаст, у которого уже есть достаточно серьезный титул, Юрий Тихановский. Приятно, нет, его просто поздравить от души, потому что совершенно справедливый. Кто-то сказал, что победителя внесут, он великолепно. Долго шел к этому пути, но дошел, вот это важно. Вот и все, вот мы теперь с вами знаем, что Юрий Тихановский, абсолютный чемпион России 2003 года. Сам он из Приболожского округа, из города Сызрань. Тренирует его, кстати, напомню вам, что тренирует его тот же Евгений Николко. Это главный тренер Алексея Немова, не главный, а вообще его родной тренер Алексея Немова. Я понимаю, он помогает его тренеру Бачурину Александру Ивановичу, который является первым тренером Тихановского. Но во всяком случае, вот это...